Так, привет дружище, продолжаю пробивать дно и выпускать самым первым обзоры на обновления, ну это вообще нонсенс на самом деле, вообще по сути, даже вот просто тупо это видео записывать, ну реально не о чем, ну как бы уже все обсудили в тот момент, когда вышла обнова на Тайване, но тем не менее пробежимся, скажем так, по пунктикам, выскажу свое нахер никому не нужное мнение, но не в этом суть, мне просто хочется получить эмоции от нового подземелья, восьмой кошмарной, скажем так, развлекаловки, и ну свои первые эмоции на своем аккаунте я как бы получу вместе с вами, ну не вместе с вами, вы уже наверное свое отгребли, но скажем так, при вас. Ладно, усаживайся поудобнее, кстати говоря, я думаю, что это видео опубликуется, короче, если ты его смотришь, то наверное сейчас идет вечером стрим по битве херогильдий, вот, по херобитве, я не знаю, я наверное, пока разработчики, скажем так, не обновят нашу локацию, которая для нас достаточно сильно важна, буду все это дело засирать, вот, потому что, ну, елки-палки, камон, древние испытания, испытания смотрителей, строителей, сука, скинхедов, я не знаю, кого, что-то добавляют, но до битвы гильдий добраться, просто взять и сделать так, чтобы, ну, 1800 кулаков награда, серьезно, когда, вот, когда, а когда-то было полторы тысячи, сколько уже, год-два мы так вот стоим на месте, разработчики, эй, мы тут, я понимаю, мы на дне, но, скажем так, прислушайтесь, прислушайтесь к нам, пожалуйста, вот, меня уже зовут на лаву, сейчас пойду, ну, да ладно, короче, смотрим, улучшена проверка битвы, вот, секундочку, ребят, я читаю сейчас список с официальной группы ВКонтакте Битвы Замков, да, улучшение, улучшена проверка битвы, что это, как это, зачем, с чем, почему, за что, непонятно, вот, реально непонятно, чё, ладно, какая-то проверка битвы улучшена, ну, надеюсь, багов не будет, сегодня будут специально выходить на битвы гильдии на 49%, дальше, испытания смотрителя, добавленные ограничения на покупку бонуса атаки, больше нельзя покупать бонус атаки, если не осталось попыток испытания, типа, раньше, чё, можно было? Находились дебилы, которые не имеют больше попыток испытания, но при этом могут покупать увеличенный урон, при том, что, как бы, ты его не можешь использовать, серьёзно? Изменено, мне просто интересно, существуют такие вообще люди или нет? Изменено отображение наград в пришествии монстров и турнире героев. Ага, ну, пришествия монстров, да, вот тут это всё поменяли, видать, были жалобы от игроков, и теперь, в принципе, это всё можно быстро фармить, это хорошо, потому что, как они сделали в прошлый раз, ну, такое себе, прям, немножко раздражало, вроде проблем сильных и не создавало, но раздражало. Возвращены визуальные эффекты при найме героев. Ну, ребята, вот тут нас, конечно, разработчики услышали, и для них это достаточно важная оказалась проблема, всё-таки. Мы донатим ради роллингов, и они так понимают, они поняли, что... Так, секундочку, если, скажем так, игрокам больше не нравится роллинг, то они тогда не будут троллить, донатить под роллинг и так далее. О-о-о-о! Ну-ка, меняем всё обратно! Меняем всё обратно! Ну, вот, даже, ну, могли бы просто сделать так, чтобы, когда выпадала легенда, всё было бы красивее. Как бы, вид найма героев нам нужен, да? Вот, что-то в нём изменить надо. Ну, надоело. Но сделайте так, чтобы ты кайфовал, когда выбиваешь какую-то редкую легенду, понимаешь? А они взяли и просто тупо назад откатили. Идём дальше. Максимальное количество красных кристаллов увеличено до 50 миллионов. Вот я по поводу этого высказался ещё в прошлый раз. Блядь, почему бы не сделать сразу до хулиарда вот каждую позицию, скажем так, увеличить и всё. И больше не возвращаться к этому вопросу. А так они каждое второе обновление что-то там увеличивают, вот, чтобы создать большой вид бурной деятельности, понимаете? Дальше. Максимальное количество слотов. Это всё хурма. Что нового? Кошмарное подземелье 8. События с обменом, с обменом предметов теперь будут отображаться в новой вкладке в фестиваль, расположенном в воздушном шаре. Ну, что-то как-то я не вижу этой вкладки. Ну, что-то как-то нету. У нас тут халявушка, да? Смотри-ка. Халявушка. Где халява? Забнул. Я слышал, там где-то есть. Где-то что-то давали, какие-то самоцветы. Ежедневный бонус, сферы дракона, бинго, открытый сундук, награды. Ясно, это неинтересно, но халява на самом деле здесь есть. Это, смотри, вот, подожди. Вот, за один самоцветик дают 5000 кулаков и миллион орденов. Ну, что на самом деле круто, и за это, конечно, разработчикам спасибо. Ну, а теперь пошли. Пошли. Пошли получать, скажем так, люлей. Ну, ну, я не знаю. Я просто, я, наверное, сразу проходить не буду, потому что ресурсов, к сожалению, у меня на аккаунте не так много, как хотелось бы. Ну, а у нас что-то сделает, интересно, этот Феникс. Он даже не включился. И, ну, просто, понимаешь, древние испытания, когда проходил, там было похер, тебе не надо тратить самоцветы. То есть, ну, умер там герой и умер, да? И вот после древних испытаний возвращаться в кошмарку, там, где тебе надо, скажем так, все это покупать и, блин, ты гер... Ты героя потерял, и все, и до свидули, понимаешь? Это, это очень стрёмная фигня. Ну, ладно, давай, как бы уберем кого-нибудь. Еще, по идее, Атлантикора надо, но я даже сейчас не буду пытаться, я хочу каких-то, скажем так, основных, крутых героев поставить. Ну, а Нубис, я думаю, тут... Да тут я смотрю на своих героев, и я понимаю, что тут, ну, типа, все герои бесполезные. Ну, я уверен, что уже кто-то-то по-любому прошел все это дело. Но... Слушай, давай... Давай Трифида, а? Не, ну а че? Ну а че? Давай Трифида. Давай без тыквы. Я думаю, что даже... Ну, реально, нет смысла кого-то отвлекать. А тут, я думаю, что надо как-то играться с Атлантикором. Вот, потом с Миносом. Потому что... Ну, тут... Тут тебе, понимаешь, что тебе даже высадиться негде. Тебе здесь реально негде высадиться. Вот, и... Надо, наверное, как-то с Атлантикором фигачить. Ну, хотя, давай так попробуем. Вот этих мы застанем. То есть, смотри. Им реально. Им реально. Блядь, тебя этот щит даже не спасает. Тебя этот щит даже не спасает. Хорошо. Сколько моя Фрэя продержится? Я говорю, я подожду. Пока все это дело пройдут. Пока будут какие-то хорошие тактики. И тогда начну сам проходить. Потому что, ну, у меня нету столько самоцветов. Ну, чё? Я возьму на стриме, посижу. Поковыряюсь там. Попробую что-то как-то там помучить. А дальше чё? Самоцветы закончились. Всё, Саша, Сосамбо. Ну, давай, сколько секунд? Всё, полетели. Коршуны. Вот мне нравится количество налетающих коршунов. Понимаешь? Просто там такая армия, плеяда. Это ты как будто в Red Alert играешь. И ты играешь за американцев. Построил 20 аэродромов, на которых по 4 самолета находятся. Вот. И выпускаешь там моментом, разом 80 самолетов. Вот, скажем так, на вражескую какую-то там советскую базу. Или кубинскую. И там вот эти все ястребы летят. Вот это ведь тоже самое с этой подземкой. Причём, как бы, реально, я ещё не смотрел на ютубе. То есть, я ничего не искал. Я не сидел по чатам игровым, да. Я уверен, что можем даже посолить. Может, кто-то и прошёл. Зайдём. Ну, просто вот даже пока что не хочется ссуваться. Слушай, ну, смотри. Смотри, у всех 840, ни у кого огонька не прибавилось. Ещё никто не долбанул, походу. Ёб, это вы прикиньте. Ещё ни один человек на сервере... Ну, то есть, у всех по 840 огоньков максимум. Ещё ни один человек на сервере не прошёл её, скажем так, до конца. Ну, то есть, не то, что до конца, но хотя бы там 50% набил. Ни одного. А, извиняюсь, уже прошло с выхода обновления целый день. Ни одного человека. Вы представьте, какая-то там жесть. Надо, конечно, посмотреть... Ну, на стриме я посмотрю, там, все остальные сервера, да. Там, ну, тайвандский, английский. Но, посмотрим, может, там у кого-то есть 841 огонёк, да. Ну, тут, я не знаю, тут уже нету смысла дальше смотреться. Ещё никто не прошёл. Ещё никто не прошёл. Даже топ-донатеры не прошли, а там ресурсы неограничены. Там по 500, по миллиону самоцветов на Акель же. Там не впадлу тратиться на восстановление героев. Жёстко, жёстко, пацаны. На этом всё. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Пишите, что вы думаете. Всем пока.